допустим вы за каким-то купили себе электрогитару это цитата и я могу себе ее позволить а если вы знаете чья это цитата напишите в комментариях под этим видео но недостаточно ее просто купить принести домой и начать играть гитару нужно привести так скажем в боевое состояние нужно снять все пленочки протянуть все болты нужно смазать все что нужно смазать полностью отстроить мензуру прогиб и высоту струн струны нужно обязательно поменять ну и не лишнее почистить гитару потому что большая вероятность что она висела на витрине и ее потрогала очень много рук и так сходили мы в магазин купили себе электрогитару в данном случае это fender squire affinity deluxe ссылочку на эту гитару я оставлю в описании под этим видео также у меня есть уже полноценный обзор на эту гитару ссылку также оставлю в описании под этим видео и в первую очередь нам нужно снять с этой гитары старые струны почему мы снимаем струны потому что как я уже сказал эта гитара могла полгода год висеть в магазине на ней уже много играли то есть струны уже пора бы поменять и плюс ко всему это не ваши струны на них играли посторонние люди и но их нужно поменять берем кусачки и перекусываем их в районе 12 лада да кстати вы видите вот здесь одеяло я его постелил для того чтобы наша гитара не поцарапалась после того как струны сняли обязательно все сматываем в один клубок чтобы не дай бог не потерять какую-нибудь струну и потом не найти ее у себя в ноге что дальше зачастую после того как мы снимаем струны мы можем обнаружить тот факт что наши колки они плохо затянуты как правило это так но на данной электрогитаре таких проблем нету я все равно возьму ключ и попробую слегка подтянуть как видим колок для пятой стороны слегка ослаблен друзья для подобных манипуляций я вам советую использовать вот такой подобный ключ либо накидную головку либо обычный ключ но ни в коем случае не пытайтесь это делать пассатижами будете крутить пассатижами они случайно сорвутся поцарапаете лак потом будете об этом всю жизнь жалеть дальше нам нужно почистить накладку для грифа я использую либо вот такое средство но вы можете купить абсолютно любое средство моем случае у меня накладка из клёна тут достаточно просто протереть грязь но если у вас палисандр эбони пауфер или что-то подобное ну то есть темное и пористое вам нужно будет использовать еще вот подобное средство это так называемое лимонное масло как пользоваться лимонным маслом набирайте у меня на канале у меня есть несколько видео как пользоваться этой штучкой берем вот эту штуку прыскаем и протираем подобной тряпочкой эту тряпку я купил кстати в магазине струнки ru она специально для электрогитары не забывайте про промокод гитару мания с ним вы получите семь процентов скидки при покупке в магазине струнки ru я же получаю три процента что очень хорошо поддерживает меня материально ну берем и просто протираем друзья если ваши лады царапают руку по торцам то есть вот здесь ни в коем случае не советую вам решать эту проблему самостоятельно лучше отнесите свою гитару мастеру и он вам сделает это за какие-то небольшие деньги что нужно сделать далее нужно снять все лишние пленочки с гитары как вы видите здесь на пигарде есть пленка и так просто ее не снять со звукоснимателя пленки я уже снял а вот пигарда я пленки еще не снимал вот здесь я уже пытался снять пленку но как вы видите пленка прижата шайбой по всему периметру пленка прижата болтами плюс вот здесь где стоит потенциометр пленка также прижата шайбами в первую очередь нам нужно снять вот эти ручки с потенциометров если вы просто потянули вверх и снять их не получается не нужно ковырять их или пытаться подеть отверткой есть очень простой и действенный способ берете вот такую тряпочку заводите под ручку потенциометра вот таким образом вокруг ее вот так вот обволакиваете и сдергиваете ручку далее опять берем подобный ключ и слегка откручиваем гайки их не нужно откручивать до конца я думаю что достаточно всего лишь расслабить теперь нам надо расслабить все саморезы которые держат пигард не открутить а просто расслабить но по большому счету их можно откручивать до конца потому что пигард будет мешать чистить гитару от грязи поэтому пигард в итоге мы полностью снимем пока попробуем так я думаю что срывать пленку с стоящего пигарда на гитаре будет гораздо удобнее к сожалению у меня нету ключа которым я мог бы открутить вот эту круглую гайку поэтому придется срывать как-то не откручивая ее давайте попробуем снять пигард до конца самому жутко интересно посмотреть что там внутри да и без него будет гораздо удобнее почистить гитару от грязи как я говорил чуть ранее друзья снимать такие вещи нужно как минимум аккуратно есть один провод который идет сюда на джек и один провод который идет сюда на бридж прямо скажем особо интересно здесь ничего нету но пусть останется для истории поставлю его обратно чистить буду прямо с ним теперь затягиваем все эти болты и протянем все болты которые есть в этой гитаре единственное что когда вы будете протягивать болты и гайки ну как-то соизмеряйте свое усилие чтобы случайно не сломать не сорвать и в общем чтобы не было никаких неприятностей электрогитары это не какой-то ответственный механизм и здесь очень мало таких соединений которые действительно нужно сильно затягивать наверное кроме замков флойд роуза мне пока ничего не приходит на ум на этой гитаре флойд роуза нету и для всех начинающих гитаристов я советую первую гитару брать без флойд роуза попробуем также протянуть вот эти болты еще один совет всегда правильно подбираете отвертку чтобы не сорвать шлицы дальше гитару нужно почистить берем такую же тряпочку только уже чистую берем средство любое средство для чистки электрогитары моем случае это down 65 это guitar polish and cleaner просто наносим спрей можно на гитару можно на тряпку и начинаем растирать я обычно делаю это вот такими круговыми движениями крышки звукоснимателей тоже протираем то же самое делаем и сзади можно попробовать вот так вот прямо сюда попшикать и растирать я сразу вижу как гитаре начинает отражаться моя люстра хорошо что вы этого не видите болты которые держат гриф тоже не забывайте протянуть ручки возвращаем обратно теперь мы готовы к тому чтобы установить новые струны на электрогитару у меня это будет эрни болт 1046 если вы не знаете как устанавливать струны у меня есть такие видео ищите перед тем как ставить струны не забудьте смазать порожек графитовой смазкой если у вас нету графитовой смазки то можно взять обычный карандаш он же у нас тоже графитовой и покрасить карандашом эти прорези отличная рабочая схема после того как струны установили нам нужно сделать еще 4 настройки первая настройка это высота струн над грифом вторая настройка это прогиб нашего грифа третья настройка это длина мензуры и четвертая настройка это расстояние звукоснимателей от струн что такое высота струн над грифом то есть у нас есть струны есть лады грифа то есть лады грифа это именно вот эти вот железные порожки и вам нужно померить расстояние от железного порожка до низа струны я обычно делаю это расстояние полтора миллиметра и меньше если у вас нечем померить вы можете брать вот такой лайфхак берете медиатор я знаю что этот медиатор у меня толщиной полтора миллиметра и я его пытаюсь подпихнуть между железным ладом 12 и струной 6 я вижу что он свободно заходит но очень близко то есть здесь расстояние полтора миллиметра я смотрю по первой стране по первой стране он держится то есть здесь расстояние меньше полутора миллиметров для того чтобы отрегулировать высоту струн над грифом вам нужно крутить вот этот порожек в этой гитаре отдельно сделано шесть седел и у каждого седла есть по два винта которые регулируют высоту этого седла есть совершенно разные порожки есть ономатика где вы крутите два болта по бокам флойд роузы тоже самое вот такие так называемые хардтейлы здесь немножко сложнее здесь нужно регулировать высоту каждого седла в общем на все гитарах это сделано по разному но принцип один и тот же вы седло или же сам весь порожек опускаете ниже либо поднимаете выше далее как я сказал нужно настроить прогиб грифа допустим вот вас электрогитара это гриф ровная полоса но вам нужно сделать так чтобы каждый следующий железный лад был ниже предыдущего для того чтобы когда вы будете прижимать струну к этому струна не билась об следующий лад для этого на грифе делают прогиб то есть он должен быть не ровной линией а он должен быть немного вверх вот так задран как измерить прогиб грифа вы зажимаете струну на первом ладу и зажимаете струну там где гриф входит в деку здесь например это 17 лад зажимаете и по центру пробуете если расстояние для хода струны на этой гитаре сейчас расстояние нету струна лежит на ладах мне нужно вставить вот сюда ключ и чуть-чуть ослабить гриф против часовой стрелки то есть вы должны запомнить когда вы анкер затягиваете по часовой стрелке вас гриф выпрямляется и он может стать дугой в обратную сторону так что все струны лягут на него для того чтобы нам сделать нужный для нас прогиб анкер нужно моем случае чуть-чуть ослабить для того чтобы появился прогиб если же у вас изначально прогиб слишком большой опять же вам нужно затягивать анкер чтобы гриф выпрямлять какой должен быть прогиб когда вы прижали струну на первом ладу и на том ладу где гриф уже входит в деку у вас должно остаться ну между ними например на седьмом ладу у вас должен остаться зазор примерно 0,2 миллиметра опять же это такой параметр как вам сказать вы должны подбирать чуть побольше послушали как звенят струны когда играешь чуть поменьше послушали как звенят струны если не критично то гриф можно оставить даже ровным далее нам нужно отстроить мензуру мензура это расстояние между опорой струны 1 и 2 то есть вот отсюда вот досюда для чего нам это нужно нам нужно чтобы гитара на всех своих ладах строила максимально идеально мы сразу должны усвоить что гитара это ну как бы условно строящий инструмент она не может по всем ладам строить идеально поэтому мензуру настраивают по открытой струне и 12 ладу я надеюсь видно что тюнер показывает но я вам буду объяснять дергайте струну открытой вторая струна допустим должна быть си вот настроили у нас загорелась зеленая лампочка мы зажимаем струну на двенадцатом ладу видите у нас опять же зеленая лампочка но иногда загорается красная то есть у нас на двенадцатом ладу струна чуть-чуть высит для того чтобы она не высела нам надо чуть-чуть удлинить струну удлинить мензуру мы берем отвертку и крутим вот этот болт то есть когда мы крутим вот этот болт вот этот сухарик у нас будет ездить в одну сторону или в другую если вы удлиняете мензуру не забывайте чуть-чуть ослабить струну теперь для того чтобы удлинить мензуру нам надо закручивать винт чтобы сухарик ехал в эту сторону. Проверяем заново открытую струну. Зеленая лампочка. И зажимаем на 12-м аду. Зеленая лампочка. То есть мензура у нас настроена именно для второй струны. И ту же самую операцию вам надо проделать для всех остальных струн. Теперь нам осталось настроить расстояние звукоснимателя от струн. То есть вот у нас звукосниматели, вот струны. Я люблю, когда сигнал выходной от звукоснимателя имеет максимальную мощность. Я расскажу, как я настраиваю. Вы же можете делать это по-своему. Я прижимаю струну на 24-м аду и поднимаю этот звукосниматель до того момента, как расстояние от струны до звукоснимателя будет примерно 2 миллиметра. С одной стороны и с другой соответственно. С этим звукоснимателем я проделываю то же самое. Для того, чтобы опускать или поднимать звукосниматель, вам нужно крутить вот эти регулировочные винты. Когда вы винты закручиваете, звукосниматель поднимается. Когда винты откручиваете, звукосниматель опускается. Может получиться так, что нековый звукосниматель звучит громче, чем бриджевый. Тогда нековый звукосниматель нужно будет слегка утопить в корпус. Если же при такой настройке у вас появятся валочки, То есть звук будет двоиться, когда вы зажимаете одну ноту. Я думаю, вы знаете, что такое волшки. Если же звук будет как-то захлебываться, и вам что-то не понравится, это означает, что магниты слишком близко находятся к струнам, и сами струны начинают уже заводиться от магнита. И в этом случае нужно будет звукосниматель чуть-чуть опустить ниже. Я не говорю, что его нужно будет утопить, но буквально на миллиметр опустить ниже и попробовать поиграть еще раз. Вот и все, такие несложные манипуляции. Заняло у меня это примерно 40-45 минут, с учетом того, что я еще снимаю для вас видео. Вы, конечно, если это делаете впервые, у вас займет чуть-чуть больше времени. Напомню, что в качестве примера у нас была электрогитара Squire Affinity Deluxe. Отличная гитара, это модель 2021 года. У меня есть полноценный обзор на эту гитару, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Ссылки на гитару тоже оставлю в описании под этим видео. Если вы себе ищете телекастер на хамбакерах, это один из лучших вариантов, так скажем, недорогих. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. На канале уже около 300, наверное, видео, которые посвящены электрогитарам, а будет еще больше. Если вы не подписаны на канал, я уже сказал, обязательно ставьте лайки, нажимайте колокольчик для того, чтобы получать уведомления о вновь вышедших видео. Не забывайте про промокод гитармания. Благодаря ему вы получите скидку 7% при покупке в магазине Струнки.ру. Я же получу 3% от вашей сделки, и это очень круто поддержит канал материально. Не забывайте о том, что по моему промокоду, который находится в описании под этим видео, вы сможете купить все продукты от компании Fender, в частности Esquire тоже, со скидочкой 5%. Все подробности в описании. Ну что ж, а меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.